Всем привет, с вами Кейн и сегодня мы продолжаем проходить Mass Effect 3. В прошлой серии мы потеряли ТС, но и у нас ввели братанский артефакт, но тем не менее мы знаем где примерно находится Цербер, где он прячется и мы конечно же отправимся туда, но для начала у нас ТС, ТС уже потеряно, надо кстати отсюда уходить, ресурсов тут нет, а хотя черт знает, может быть и есть. Да, здесь светилище, но нас также ждут еще на цитадели, центр связи. Здесь точно никаких ресурсов нет, а, в туманности Афины? Что-то как-то... Все очень много солнечных систем на самом деле и просто не может быть, чтобы тут ничего не было. Да, здесь все-таки что-то есть, довольно хорошо. Эгголик, но это газовый гигант, особо даже читать не буду что-то. Ничего интересного в принципе, там не найдем такого. Следовательские корабли Азари, хорошо. Тут еще топливный склад, топливо нам тоже понадобится. Собираем его и валим, валим, валим отсюда. Так, давай быстрее. Так, дальше. Солнечная система следующая. И... И Алесса, вот она. Далеко один друг от друга здесь находится. Надеюсь, нам хватит топливо, чтобы все это исследовать. Ну, в принципе, есть еще топливный склад, не уничтоженный. Поэтому, в случае чего, в принципе, можем закупиться. Так. Там, видимо, планета. Что-то на ней есть интересное. Ну, где-то еще должен быть... Ой-ой-ой, опасно. Где-то еще должен быть топливный склад. Да. Вон он, отлично. Как-то нас далеко все время кидает под эту планету. Ой-ой-ой. Попробуем зайти вот так, под этим углом. Что ж, неплохо. Но все равно они нас могут, кстати, поймать сейчас. Триколон. Очень какая-то маленькая такая планета. Ее тяжесть очень маленькая. Температура на поверхности минус 87. По размерам, по-моему, примерно как... Луна. Инженера Азари. Так, ладно, ладно, ладно. Стоп, не надо мне тут... Что у меня вот... Весь в этом режиме... О, они нас поймали. Отлично. Это то, что когда вы что-то исследуете. Какую-нибудь планету или еще что-то. Пока происходит это вот приближение. Графический эффект. Женецы движутся к нам. А вы в это время ничего не можете сделать. Это, конечно же, довольно печально. Так, вот на этой маленькой планете... Там прекрасно помню, что это было здесь. Запуск сканера. Тут инженера Азари. Да-да-да. Здесь топливный склад. Да. 500 единиц топлива. Забираем и... Все, уходим. Не стоит их слишком злить. Хотя не знаю, есть ли у них такое чувство, как злость. Точнее всего, нет. Вернило. 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 Не знаю, как правильно читается, но... Не столь, думаю, важно. Угу. Сразу что-то нашли. На газовом гиганте. Полиса. Статуя Гасперского периода. Зачем она нам? Ну ладно, допустим. Пригодится где-нибудь, эээ... Стопливный склад. Так, маленькая солнечная система. Раз, планета. И где-то здесь должен быть топливный склад Это вот сто процентов, да, он топливный склад. 200 единиц топлива отрасль небогатая система и очередной газовый гигант проноя крыси крыси рани франа показывали хотя бы какую знаете такую картинку уголки как этот крейсер выглядит было бы уже интересен так прям так на 88 процентов где последний ну что где-то здесь не тащится ульчу недалеко не смогу вернуться хожу от в этой парните тоже что-то есть о нам бы главное долететь до одессе из топлива осталось чертовски прям повезло в прошлый раз мы исследовали здесь ничего не было чем речь тогда может мы должны задавернуться чуть позже а нет смотрите кого то есть что-то ресурс какие-то пятки на газовом гиганте крейсер кибен что ж теперь все сто процентов до отлично отлично так топлива у нас полно что насчет от не исследовано сколько вообще понимаю можно исследовать любую солнце так доступно пока любую солнечную систему которая занята жнецами те солнечные системы которые ими не заняты нам в принципе ничего не дадут туманность час так отлично так понимаю топливный склад хотела не стоило конечно исследовать потому что у нас еще много ресурсов планеты эрин лэ и на ней на ней у нас что у нас на ней кредиты да тыща кредитов это одно улучшение для самого такого простенького оружия первого уровня о как а большая система ну ладно плой тари что у нас на плой тари всего лишь один раз сканер запустил сразу налетели но там то планеты что то есть планета за нету занят прям занята почти ну ладно грузовые корабли терминус что ж неплохо и здесь больше ничего нет кстати топливного склада там не было я нашла что-то ага отлично планета хагалас что ж ты от нас скрываешь хагалас похоже токсичная какая-то планета надо было конечно описание почитать ну ладно это нам не дает никакой такой прям важной информации для особо интересной команда серого посредника какого серого посредника старого серого посредника или уже ляры ай-яй-яй-яй поймает же нет не поймали отлично так ну где этот топливный склад то вон 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 понятно все нас топлива мало поэтому нам пригодится сейчас клубок осталось действительность короче а хотя не знаю на самом деле 0 элемент вряд ли он жидкий точнее всего он ладно неважно не знаю как он выглядит на самом деле даже не могу представить себе как должен выглядеть 0 элемент так топливный склад 600 единиц топлива планета опегон обманщик получил свое название после того как отправлены к нему саларианские зонты практически сошли с ума из-за сильного магнитного поля выбрасываем переклазом оксидом магния в ядре и коре планеты понятно ладно тема корабля серого посредника это на это что ли планете мы во втором асфекте воевали серым посредником ладно неважно тут даже успели не привлечь внимание женицов спокойненько так уйти вообще вот это исследование галактика он здесь как я уже говорил довольно уныло но при этом весьма полезно мы находим артефакты для выполнения дополнительных зданий которые опять-таки увеличивают наши силы войск мы находим различные артефакты которые увеличивают наши силы войск и так далее и так далее и так далее но думаю смотреть на это и заниматься этим тоже довольно скучно особенно когда солнечные системы большие как допустим было до этого на а не солнечная система вот эти вот скопления на 4 солнечных систем или больше это довольно долго от одной пультажик другой так а здесь по-моему были здесь мы ничего не нашли до нужны цвета играться смотрите-ка значит есть что то есть ринкаут на этой маленькой планете нет так ладно давайте слетаем пока в мула зул все и по всему здесь вообще ничего нет потому что даже ни цена у нас не агрится зря мы только потратили время ну ладно мула зул и максим зул через кого интересно это назвали эти солнечные системы не знаю может я что-то неправильно делаю но по моему здесь ничего нет вводят только в заблуждение нас этим своим этими шницами которые приходят по нашу душу я нашла что-то я нашла что-то я нашла что-то сделала опытом допустим пригодятся лог но здесь еще где-то должен быть топливный склад Да, вот он, вот он. Планета Ям. Более 90% планеты покрыто водой. Разведотряд морской пехоты Альянса. Эээ, отлично, теперь у нас это третье подразделение. С пополнением. Так, а что у нас тут? Так. Ничего. Где-то должен быть... Да, вон там топливный склад, я уже его вижу, сейчас мы его заберем. Тристо один из горючки. Кертась. Что ж, ого. Вот это звезда. Здесь топливный склад и... И, собственно, на газовом гиганте что-то есть. Трафальгар. 50 единиц горючего. Ну, это просто охренеть, как много на самом деле. Определенно нам поможет 50 единиц горючего. Что ж, давайте посмотрим, что у нас... Так, а здесь мы не можем вернуться на корабль, да? Из-за того, что здесь жнецы следовало святилище. Но нас ждет на цитадели... Ээээ... Блин. Забыл, как тебя зовут? Миранда, да. Нас ждет именно на цитадели, во-первых, Миранда, во-вторых... Ээээ... А что у нас по... Так, подожди. По заданиям. Ну, понятно. Приоритет горизонт. Шифры мы не нашли, а вот ту статую мы, по-моему, нашли, да. Что ж, цитадель. Так, карта. Капитан Белли, Джейкоб, лейтенант Кортес, Джокер, Сузи. Ария, да. А, ну, Ария, да. Понятно. Так, вообще не значит нас ждет ученый и Миранда. К нам туда. У меня есть твой оборудок, в Павел. Давайте выложить твой оборудок. Следующий оборудок, в Пресидиум Коммонс. СПЕКТОР СТАТУС РЕКОГНАЗЕД. ПЛЕЗЕЛЕКТА ДЕСТИНАЮ. Один момент, ПЛЕЗ. ПЛЕЗЕЛЕКТА ДЕСТИНАЮ. ПЛЕЗЕЛЕКТА ДЕСТИНАЮ. Да, 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 тот ученый, который у нас просил найти артефакт. Я думаю, что я знаю, какой проект вы имеете. И у меня есть хисперио-период статю в бейте Д-24. ПЛЕЗЕЛЕКТА ДЕСТИНАЮ. Командир Шепард, это отличная новость. Я буду его отправить в этот проект прямо сейчас. Спасибо большое за вашу помощь. Отлично. Так, Миранда, ты где? Тайден должна быть где-то... Где-то здесь. Да. А, вот она похожа. Комната 82, если это, конечно, цифры комнат. Я получил твои сообщения, Миранда. Это о твоей сестре? Шепард, я требую доступ к Альянсу ресурсов. Я не могу сказать больше. Ты просто должен поверить мне. Я не люблю секретов, Миранда. Просто скажи мне, что происходит. Я не могу, Шепард. Если это проблема, я пойду. Не, не. Треста нам немного трудно, чтобы сейчас приезжать. Конечно. Ладно, ладно, мы тебе доверяем. Ты сможешь доступ к вам, Миранда. Но я не люблю звук этого. Я знаю. И спасибо тебе. Это значит много. Это не единственное, что ты хотела говорить, да? Нет. Я хочу сказать тебе что-то. Останавливайся. Важно? Важно? Это уехал от меня. Останавливайся? Когда я направил Лазарес-проект, чтобы тебя построить, я хотел поставить контрольную машину в тебя как безопасность. Я думаю, что ты это упомянул. Я знаю. Есть больше. Есть больше. Эллюзивый человек меня остановил. Останавливайся. 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 Может быть. Он не хотел interferить с тем, кто ты действительно eres. Ничего, который просто обманул предупреждения. Он хотел командир Шеппед. Установить библиотеку может уничтожить тебя. Я понял, почему ты хотел. Я был полностью неизвестный. Я никогда не могла обучиться с такими красочками на проектах. Я чувствовала слабая. Почему это сейчас? Я боролся с моим датом и его нуждаясь в каждой части моей жизни. Он хочет полностью контроль над меня, прямо в моем длинном ДНО. После того, как я вышла из-за этого, я не мог бы остановиться и оставить это с моей сестрой. Я рисковал свою жизнь, чтобы ее уйти от все это. Но я не давал вторую думать о уничтожении твоей свободы, когда я имела силу. Это что-то выражаетесь? Да. Миранда, я потерял два года моей жизни. Ты мне обратил все остальное. Ты мог бы меня меня изменять в тысячи разных способов, но ты не знал. Я не знаю как, но ты меня обратил. Спасибо. Но с тем самым неизвестным, я просто хотела, чтобы ты знал, что я всегда regretала, что это не было. Ты не можешь продолжать уничтожить себя в прошлом. Я обычно не знаю. Но это было важно. Некоторые вещи, которые ты просто не имеешь в виду. Я думаю, что мои генетики не могут помочь мне там. Нет. Они не могут. Хорошо. Я не могу сказать, но я должен идти. Спасибо за понимание, Шепард. Конечно. И Миранда. Это что-то ты должен сделать. Добро пожаловать. Не волнуйся, Шепард. Я всегда у меня планировал. Что ж. Ладно. Ляра, Джеймс, Джокер, Лейтенант. Ну и в принципе все. Давайте сходим к Лейтенанту. Посмотрим, что он нам скажет. Оружие рекламируют. Прямо на цитадели. Прямо на цитадели. мы здесь, чтобы помогать тебе иметь лучшую жизнь и я хочу работать с ним хорошо прикольно у тебя костюмчик такой ничего не сказать так, лейтенант ты где-то тут развлекаешься, да? на, смотрите-ка, у них у всех такие ладно так, ладно, где лейтенанты? неужто там на танцполе вместе с Джокером? это будет забавно на самом деле хотя нет, они там все в нижнем баре и Джокер, и лейтенант, и Сузи но я только Сузи увидел где вы, ребята? если вы видите Джокера или лейтенанта Кортеса здесь, то вы невероятно глазастый человек должен заметить да нет их здесь, это обман какой-то, ребята нас обманули, расходимся да, вот он Кортес это далеко не нижний бар, это танцпол уже да, это не так да, шеферд, ты сделал, ты делаешь иди, 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 иди иди, иди иди, иди иди, иди Встреча не может меняться. Встреча мы все может быть мертвыми. Сегодня это то, что важно. Я не спешиваю. Я не думал, что клуб будет к вашим вкусам. Ты не должен быть все жарко и беспокоиться, чтобы обеспечить благословую танцию. Здесь есть энергия. Здесь есть свет. И какие-то очки в окнахе и в окнахе не слишком слабые. Встреча карамелька. Да. Мне интересует женщин, само собой. Встреча на стене. Хе-хе, хорошо. Я точно не нуждаю вас в соревнованиях. Здесь. Для тебя, Стив. И для тебя, Шепард. Добрый друг, когда я нуждался больше. Спасибо. За все. Я находился уже, в принципе, в середине. Чтож, 5 очков репутации. Ну шо, правда? Там мало будет, да? Так, пусти меня. Пусти меня, я хочу еще. Давай, наливай. Напиться после поражения от колена, это да, это самая самая номера. но, давай наливай еще. Я вот только не помню, можно было в масс-эффекте вообще напиться или нет. Давай, пей, пей. Три стакана. Надеюсь, это был достаточно крепкий напиток. М-да. Слушай, не расскажешь мне, что я вообще-то делал. Так, ладно, похоже, не расскажешь, жаль. Жаль, жаль и очень жаль. Что ж, на этом мы заканчиваем эту серию. Я надеюсь, она понравилась. Может быть, она была не столь насыщенной и интересной, как, например, в те же серии на ТСС или так далее. Ну, по крайней мере, мы напились. И, по-моему, это великолепно. В следующей серии, я думаю, мы отправимся либо в ту систему, где мы видели сигнал Цербера, либо еще там повоюем с ними, поделаем дополнительные знания. Точно сейчас не скажу. Но сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставим лайк, комментируем. Не забываем подписываться на канал. С вами был Кейн. Всем удачи и пока. Пока.